У микрофона протеерей Олег Стеняев. Братья и сестры, продолжается рождественский пост, и мы сегодня поговорим о тайне Рождества Христова как тайне Божественной Любви. В этой беседе мы постараемся в свете Таинства Евхаристии при части взглянуть на это событие. Казалось бы, привычные слова, ибо так возлюбил Бог мир. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Но какой мир возлюбил Создатель? Мир, восставший против своего владыки и суверена. Позже апостол Павел изречет, ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Послание к римлянам, 5 глава, 6-7 стих. Это и есть тайна непостижимой Божественной Любви. Те, которые заслуживали гнев Бога, пользуются Его благосклонностью, заслужившие проклятия наслаждаются Его благословениями. Бог Отец возлюбил мир и отдает в этот мир своего Сына, как агнца, в жертву за грехи всего мира. А в жертве нуждается нечистое, греховное. Как сказано в том же послании к римлянам, едва ли кто умрет за праведника. Зачем умирать за праведника? Таким образом, Бог проявил заботу о роде человеческом, когда род человеческий находился в состоянии нравственного и морального разложения. Это Римская империя в период ее деградации, ее упадка, нравственного разложения, и в этот мир рождается Христос Спаситель. В это время Святая Земля была оккупированной территорией, оккупированная язычниками, и народ Божий, тогда еврейский народ, а потом и церковь, находились под господством язычников. На самом деле, мало что изменилось с тех времен. Христиане в некотором смысле сейчас живут на оккупированной территории. Это та реальность, которую переживают христиане и в Европе, и в Америке, и по всему миру. Христос, отправляя на проповедь своих учеников, так и говорил, как овец среди волков посылаю вас. Это и есть тайна непостижимой божественной любви. Те, которые заслужили гнев Бога, пользуются Его благосклонностью, заслужившие проклятия, наслаждаются Его благословениями. Христос рождается в этот мир, как отрача младу предвечный Бог. «Дабы своим умолением, кеносис» – это слово переводится еще как «опустошение», истощение. То есть он рождается в этот мир, как отрача млада предвечный Бог, «дабы своим умолением во младенчестве постыдить и опрокинуть, как учит блаженный Августин, нашу взрослость во грехе». Для этой же цели он и рождается в Вифлеемской пещере, величие самоуничижения для того, чтобы обогатились мы Его нищетою. Об этом пишет апостол Павел, о том, что мы обогащаемся нищетою Христа во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. И мы читаем в Евангелии от Луки описание этого события, «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли», то есть в кормушку для скота, «потому что не было им места в гостинице». Евангелие от Луки, 2 глава, 7 стих. То есть он с самого начала и предлагает себя вснеть пищу для этого мира, для того, чтобы, преодолев скотское начало во Христе и со Христом, мы смогли бы подняться из состояния чад гнева, собственного животного бытия в состояние чад божиих через насыщение его телом и его кровью. И когда мы готовимся к причастию, мы переживаем это рождественское событие, чтобы святые дары не оказались в нас, как младенец, которого положили в кормушку для скота. То есть с момента Боговоплощения, братья и сёстры, мы во Христе евхаристически соделались по определению святителя Григория Низкого с родниками Богу, причастниками, «Не иначе, как став сателесником ему», настаивает Григорий Низкий. Каждый человек становится причастным к Богу человечеству Христа Иисуса, потому что когда Он стал нашим сателесником, а в Нём божественное человеческое в единую постась. И теперь халкидорским определением человеческое и божественное неразлучно, неизменно, нераздельно, хотя и не слиянно. То есть в Рождестве Христовом рождается и само наше новое бытие народа Божия, соединённого евхаристически со своим Создателем. Мы во Христе исповедуем истинное человечество, истинное божество. Но истинное человечество, оно ничего не привнесло истинному божеству, потому что божество, оно самодостаточно. Но само человечество в этом ипостасном соединении человеческого и божественного Во Христе получает всё. Мы становимся честь Христа, как пишет апостол Пётр, причастниками божеского естества. Конечно, апостол Пётр имеет в виду, что это происходит не по природе, потому что по природе у Бога Отца только один единственный единородный Сын, но это происходит по благодати. Когда мы усыновляемся Богу Отцу через Христа Иисуса Господа нашего. Евхаристически это происходит, потому что в православном понимании спасение человеками не достигается. Человекам это невозможно. Об этом говорит Христос, Евангелие от Марка 10, 27. Но принимается спасение, евхаристически распознаётся и переживается, как сказано в этом же тексте из Марка, но не Богу, ибо всё возможно Богу. В рождаемом Вифлееме соединение неба и земли, Бога и человека. И отныне мы не чужие, но свои Богу, евхаристически усыновлённые Ему во Христе и со Христом. Само наименование места рождения Христова Вифлеем глубоко символично и осмысляется только евхаристически. Еврейское слово «Вифлеем» буквально переводится как «дом хлеба». То есть тот хлеб небесный, который рождается в Вифлееме, литургически насыщал и насыщает всю церковную эйкумену Вселенского православия. Читаем. «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нём. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и идущий меня жить будет мною. Все это есть хлеб, сошедший с небес. «Не так, как отцы ваши, ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 53 по 58 стих. Что значит «едущий хлеб сей жить будет вовек»? Имеется в виду, что когда в этой земной жизни мы причащаемся телой крови Иисуса Христа, церковь причащает нас не только в оставлении грехов, но и в жизнь вечную. То есть мы становимся причастниками вечной жизни уже в этой временной жизни, когда причащаемся телой крови. И, как я часто говорю, в целом та часть нашей жизни, которую мы проводим в изучении Слова Божия, наше участие в молитвах церкви, богослужения, особенно таинства, домашние молитвы, эта часть нашей жизни уже не принадлежит жизни временной. Она уже принадлежит жизни вечной. И в этом смысле верующий как бы и не переживает смерти. В том смысле, как апостол Павел пишет, «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Она является тем благостным переходом из одного состояния в другое, когда для нас гаснет сияние этой жизни, мы входим во свет Христов, Он объемлет нас. И там, за гробом, где безбожники видят мрак и небытие, мы созерцаем свет Христов, самого Христа. Полнота времени – это событие, которое связано с Рождеством Христовым. Апостол Павел писал о времени Рождества Христова, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, «Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Это послание Галатам, 4 глава, 4-5 стих. Кого-то может смутить то, что сказано, который родился от жены. Но мы знаем, что Христос родился не от жены, а от девы. Почему же здесь стоит это слово, который родился от жены? Таким образом, Писание обращает наше внимание на первую женщину, Еву, ибо в её прислушание грех входит в мир, а через Деву Марию, виновницу нашего спасения, грех покидает этот мир. Полнота времени указывает на тот определённый момент, когда и необходимо было родиться Христу Спасителю. Первое. Сын Божий рождается в этот мир, который находился в римском порабощении. «Чтобы указать нам на свою миссию освободителя всего рода человеческого от рабства греха, дьявола и страха смерти». Беда достопочтенный писал о Христе, соизволил принять плоть в такое время, чтобы вскоре после своего рождения быть записанным при переписи кесаря и этим подчинить себя неволе ради нашей свободы. Почему, собственно говоря, еврейский народ не принял Христа как миссию? Потому что они ожидали миссию как военного и политического лидера, который свергнет оккупацию язычников с Эра Цесраэль, земли Израиля, уничтожит язычество во всем мире и поставит иудеев царями и священниками над всей землей. Но когда Христос приходит в этот мир, Он видит, что не только евреи, но и сами римляне, и греки, и скифы, и варвары, все народы, обитающие на земле, находятся в более худшем рабстве, чем рабство римское, в рабстве у дьявола, у страха смерти, в рабстве греховном. И Он приносит в этот мир освобождение всем народам, всем племенам, всем языкам от рабства дьяволу, от рабства греха и от рабства страха смерти. Рабство страха смерти сковывает людей и делает их неспособными к нормальной религиозной жизни. Но во Христе, который родился в Вифлееме, умер и воскрес, мы переживаем триумф победы нашей природы, в которую Он облёгся в день благовещения, когда Он переживает воскресение, смертью, смерть поправ. Таким образом, во Христе всё, и Его Рождество, и Его смерть, и Его воскресение, всё совершается нас ради человека и нашего ради спасения. Давайте обратим внимание на то, что в христианской традиции, в христианской православной традиции, когда человека крестят, его трижды погружают в воду. Во имя Отца. Аминь. Во имя Сына. Аминь. Во имя Духа Святаго. Аминь. Почему это делается трижды, а не один раз? С одной стороны, к этому и призывает Христос, когда говорит, идите и крестите во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа Святаго. С другой стороны, крещение символизирует собой смерть. Как вода смыкается над крещаемым человеком, так и могила она поглощает человека всецело. А когда человек крещеный выходит из воды после трикратного погружения, это образ воскресшего Христа. Как Христос сам говорил, как пророк Иона был три дня и три ночи в очреве кита, так и Сыну Человеческому предстоит быть три дня и три ночи в чреве земли. То есть крещение совершается не только заслугами Христа, умершего на кресте, но и чудом Его воскресения. Мы умираем таким образом в крещении для греха, о чём апостол Павел пишет, носите в себе мёртвость Иисуса Христа, то есть Его мёртвость ко греху, и совоскресаем вместе с Ним. С другой стороны, второй важный момент, Христос рождается и тогда, когда на земле установилось единое державие императора Августа и прекратились все войны, потому что империя предполагает мир и согласие между разными народами, племенами и языками. По крайней мере, это тот идеал, к которому должна стремиться любая империя. О чём блаженный ироним, комментируя пророка Исаию, пишет, «Взглянув на историю древности, мы обнаружим, что вплоть до 28-го года правления Кесаря Августа по всему миру шли войны и прекратились они тогда, когда родился Господь». Конец цитаты. «Согласно сказанному у того же Исаии, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут больше учиться воевать». Порок Исаия. Вторая глава, четвёртый стих. Позже апостол Павел запишет о Христе, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно», то есть из иудеев и язычников, «и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей». Но это относится не только к иудеям и язычникам, это также относится и к закону и благодати, потому что закон всё время требовал наказания грешникам, и закон Божий всегда был глубоко враждебен по отношению к согрешившему. Но во Христе Иисусе, который взял на себя всю вину нашего преступления, мы получаем освобождение из-под иго закона. Заповедь, которая проклинает нас за наши грехи и преступления, она всецело исполняется на Христе, когда Он повисает на древе креста, а в Писании сказано «проклят висящий на древе». То есть когда Он промыслительно повис на Голгофском кресте, Он взял на Себя всё проклятие наших грехов и наших беззаконий. Третий важный момент. Рождается Христос в одни царя Ирода, которого называли современники великим, так как Он обустроил Второй Иерусалимский храм, это был такой храмостроитель, который оказался к тому же еще и предтечи Антихриста. Рождается Христос в одни царя Ирода Великого во исполнение пророчества патриарха Якова. Вот текст этого пророчества из книги Бытия, 49-й глава, 10-й стих. Не отойдет скипедер от Иуда и законодатель отчресил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Дело в том, что царь Ирод первый не был евреем, он был идуминянин, и таким образом на нем буквально исполнилось пророчество, изреченное патриархом Иаковом где-то в 1600-м 1650-м году до Рождества Христова. А записано Моисеем оно было около 1250-го года до Рождества Христова. Во дни Ирода точно отошел скипедер от Иуды, царственного дома иудейских царей, и законодатель отчресил его, так как иудеи были лишены возможности самостоятельно выносить смертный приговор, прибегая к вынужденному одобрению его со стороны римских прокураторов. Святитель Иоанн Златоуст писал, народом правили дурные еврейские цари «Для исцеления посылались пророки ныне же, когда народ Божий подпал под власть дурного царя, чужеземца, то есть Ирода, родился Христос, поскольку для столь тяжкой и опасной болезни потребовался более искусный исцелитель». То есть Христос рождается тогда, когда все человеческие средства исправить мир, они были уже испробованы. Ни пророки ничего не добились, ни цари ничего не добились, ни патриархи ничего не добились, и тогда сам Сын Божий преклоняет небеса и рождается в Вифлееме иудейском. И следующее, мы исследуем вопрос о том, почему в тайну Рождества Христова были посвящены немногие из человеков. Вот если говорить о втором пришествии Христа, оно будет как молния от востока земли до запада земли. И пришествие Христова второе будет предварять крест, знак креста на небе. Почему же в дни первого пришествия в тайну Рождества Христова были посвящены немногие из человеков? Но прежде всего вспомним, что не каждый человек имеет право приступать к причащению тела и крови, рожденного в Вифлееме. Сказано «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает». Первое послание Коринфянам, 11 глава с 27 по 30 стих. Вот эти слова из Нового Завета со всей очевидностью показывают, что в причастии мы причащаемся именно истинного тела и истинной крови Сына Божия. Если бы это было не так, как ложно учат неопротестанты, и хлеб и вино являлись бы только символами страдающего на кресте Христа, то почему же человек, который не вспомнил о значении этих символов, должен болеть и даже умирать? В каких случаях человек, неправильно выстраивая отношения с Богом, может погибнуть? Библия показывает, что в таких случаях речь идет о прикосновении ко святая святых. Вот, например, ковчег завета, когда переносили, то муж Оза дерзкой рукой коснулся ковчега, и он тут же мертвым пал на землю. Когда Бог сходил на гору Синай, было сказано, что никто не должен подходить ближе определенного количества метров, а если кто-то подойдет, его немедленно надо было застрелить из лука, будь то человек или животное. Каждый, кто будет порываться, взойти на гору, где присутствует Господь, должен быть умершлен. Поэтому, когда мы читаем в первом послании Коринфянам в 11 главе о значимости святого причастия, речь идет о том, что это именно тело и кровь. Иначе, почему человек, который что-то забыл, о чем-то не вспомнил, должен болеть и даже умирать? Но вернемся к вопросу, который мы обозначили. Итак, почему доступ к его таинствам и тайнам жизни Христа в его первом пришествии, в его Рождестве открывается лишь для немногих? Попробуем ответить на этот вопрос. Первое. Конечно, мы знаем, что Христос есть умилостивление за грехи наши, то есть у веровших, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Это первое послание Иоанна, вторая глава, второй стих. Его искупительный подвиг был совершен прежде всего потому, что Он есть Тот, как сказано, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание Тимофея, вторая глава, четвертый стих. И мы знаем из Писания, что имя Его будет известно всему миру. Читаем. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить Фимиам имени Моему чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Славов». Пророк Малахий, первая глава, одиннадцатый стих. Но в то же время, обращаясь к своим ученикам, он говорит, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, двенадцатая глава, тридцать второй стих. И еще «Я знаю, которых избрал». Евангелие от Иоанна тринадцать восемнадцать. И второе. И в то же время при Рождестве Христовом свидетелями чуда его рождения оказались люди разных сословий. Блаженный Августин писал, «Пастухи были израилетянами, волхвы язычниками, первые были вблизи от него, последние вдалеке, но те и другие вместе поспешили к нему как своему основанию». Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, в лице пастухов человеческая простота склонилась у ног Бога-младенца, а в лице волхвов это же сделала человеческая премудрость. Третье. С другой стороны, его обнаружили праведники, такие, как Симеон, Богоприимец, и пророчица Анна и те же самые грешные языческие волхвы. Этим было обозначено, что он является в этот мир как спаситель всех людей и благочестивых, и неблагочестивых. Хотя в Евангелии от Матфея сказано, что он спасет людей своих от грехов их. Евангелие от Матфея 1.21. Но в понимании святых отцов своими для него являются все люди, когда-либо жившие и живущие на земле. Читаем. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам». Книга пророка Изакеиля, 3 глава, 11 стих. И еще. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Пророк Изакеиль, 18 глава, 32 стих. Блаженный Феофилак пишет, здесь истолковывается, что значит слово «Иисус», именно «Спаситель», ибо Он, сказано, спасет людей своих. «Не только иудейский народ», продолжает Феофилакт, «но и языческий, который стремится уверовать и сделаться его народом». Конец цитаты. Блаженный Августин, согласно с Феофилактом, пишет, «В простецких манерах пастухов преобладало невежество, а в суетных обрядах волхвов изобиловало нечестие, и все же основание, то есть сам Христос, притягивало тех и других к себе, поскольку Он пришел избрать немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и призвать неправедников, но грешников, дабы и сильный не возгордился, и слабый не отчаялся». Конец цитаты. Конечно, многих из нас смущает то обстоятельство, что иудейский народ не принял Христа как мессию. Почему это должно смущать нас, христиан? Потому что апостол Павел пишет, что все, что с ними произошло тогда, имеет отношение к нам, христианам, достигшим, приближающимся к последним временам. То есть, с нами может произойти нечто подобное. Итак, почему же иудеи не приняли его? Потому что они выстраивали с Богом и друг с другом товарно-рыночные отношения. Мы приносим жертвы Богу, совершаем богослужения, установленные обряды, ритуалы, священодействия, а Бог должен заботиться о нас. Это их отношение с Богом. Товарно-рыночное. Ты мне, я тебе. И взаимоотношения друг с другом. Они любили любящих их и ненавидели ненавидящих их. Как Христос говорит, если вы приветствуете только братьев ваших, а что вы особенного делаете? Так поступают и язычники. То есть это не отличает верующих Бога принципиально от язычников. Они тоже любят любящих и ненавидят ненавидящих. И вот эта шарманка до сих пор вращается и мешает людям прийти ко Христу. Потому что они не могут покинуть этот базар, рынок, где всё разменивается и нравственные принципы и религиозные ценности. А Христос предлагает нам быть выше всего этого. Уподобление Богу в христианском понимании, особенно в свете текста Нагорной проповеди, это бесстрастное отношение ко всем людям. Ибо Бог посылает свет солнца на праведных и на неправедных. И дождём дождит на праведных и на неправедных. И если мы будем продолжать делить людей на своих и чужих в вопросе спасения, вообще к христианству мы отношения не имеем. И если мы будем избивать грешников только за то, что они грешники, вообще-то это верх ханжества. Потому что в Писании сказано все согрешили, все лишены правды Божьей, нету праведного ни одного. А верх ханжества что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в своем глазу не видишь. Лицемер вынь прежде бревно из глаза своего. Христос предлагает любить врагов, молиться за обижающих, благословлять проклинающих. Вот это и есть уподобление Богу. Бестрастные отношения ко всему роду человеческому, ко всему творению, даже в более широком смысле, ибо Бог промышляет о всем творении, не только о тех, которые к роду человеческому принадлежат. Бог промышляет о зверях полевых, о птицах небесных. Он заботится о всем, ибо сказано, что все им живет, движется и существует. Четвертый, очень важный момент. Избраны стать свидетелями Рождества Христова волхвы и по той причине, что пришли с Востока. Святитель Анзелатоуст наставляет, «Волхвы пришли с Востока потому, что первому началу веры надлежало прибыть из земель, где зарождается день, поскольку вера – это свет души». Конец цитаты. Пришли на Запад для того, чтобы в будущем народы Востока и Запада едиными устами прославили рожденного в Вифлееме Христа Спасителя, как сказано было Христом, «Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, 8 глава, 11 стих, и мы видим, как это точно исполнилось. Христианская церковь всегда условно делилась на западную и восточную, и Христос говорит, «Многие придут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Яковом в Царстве Небесном». И мы знаем, сколько святых миру дала западная церковь и восточная, которой мы имеем счастье принадлежать к Востоку. Христос говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Этот призыв Христа, обращенный ко всему человечеству, есть призыв ко спасению всех людей и каждого человека в отдельности. Сегодня один мой знакомый сказал мне, что там где-то в Москве собираются грешники и туда отправятся православные люди протестовать. Ава Дорофей учит нас, даже не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нет для него слов исправления. Сын Божий действительно принес полноту спасения на эту землю. Читаем. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Но, конечно, воспользоваться даром вечной жизни со Христом и во Христе могут только те, которые ответят согласием на Его призыв «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ответить согласием на такой призыв означает раскаяться в прежней греховной жизни, креститься и стать верующим человеком. В Евангелии от Матфея, 9 глава, 13 стих, Христос говорит, «Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию, призывая к себе труждающихся и обремененных, имея в виду обремененных грехами и труждающихся на дьявола». А в послании к римлянам апостола Павла говорится вообще что-то невероятное. «Христос умер за нечестивых». Что значит «за нечестивых»? Если кто-то считает себя не нечестивым, а праведным, пусть знает, Христос за него не умирал. Христос умер за тех, которые пребывают в нечестии. Весь рот человеческий пребывает в нечестии, как у пророка Исаия в первой главе сказано «От темени головы до подошвы ног нету здорового места, язвы, раны неочищенные, не обвязанные, не смягченные елеем. Во что вас бить еще, продолжающих ваше упорство?» Далее мы исследуем вопрос о том, почему посвящение в тайну Рождества Христова для одних людей было через явление ангелов, для других посредством Вифлеемской звезды. Первое. Мы уже знаем, что Деве Марии, Симеону Богоприимцу, Обручнику Иосифу и Вифлеемским пастухам откровение о Христовом Рождестве было посредством ангелов, а Волхвам и Ироду и Думенянину посредством Вифлеемской звезды. Читаем. Он, то есть Господь, твердыня, совершенные дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Второзаконие, 32 глава, 4 стих. То есть любое действие Господа Бога осмысленное, правильное и праведное и наполнено подлинным смыслом. Второе. Ветхозаветные праведники знали, что даже закон Моисеев был не спослан при служении ангелов. Читаем. Вы, которые приняли закон при служении ангелов. Книга Деяний 753. То есть, как для евреев было привычно, что божественное откровение не спосылается им при служении ангелов, то и оказавшись на пороге Нового Завета, они могли ожидать нечто подобное. Третье. Напротив, язычники, пребывая в суеверии астрологии, имели навык предсказывать события по звездам. Блаженный Августин писал, ангелы обитают на небесах, а звезды их, то есть небеса, украшают. И потому посредством тех и других небеса славит Господа. Конец цитаты. Как сказано и в послании к римлянам, ибо невидимые его вечной силы его и божество от создания мира через рассматривание творений видимые. Послание к римлянам 1.20. Согласно с чем и Златоуст писал, Господь соблаговолил призвать их через посредство того, что было для них обычным. Конец цитаты. Для иудеев это ангелы, при посредстве которых даже и закон был неспослован, а для истечников это звезды. То есть Бог, сам Бог сообразует свои действия, исходя из представлений людей. То есть Он, как сказано у пророка Осия, влечет нас к себе узами человеческими. Что значит узами человеческими? Он использует наш понятийный аппарат при всем его несовершенстве. Четвертое. Сохранилось и древнее предание о том, что языческий пророк Влаам, предсказавший появление Вифлеемской звезды, книга чисел 24-17, оставил это пророчество и своим соплеменникам, которые ко дням Рождества Христова удалились на край Востока. Эти потомки Валаама, ожидая появления звезды, выбирали 12 благочестивых мужей, которые в известное время поднимались на вершину горы и вели обзор звезд с великим усердием. И однажды они и увидели звезду, а в ней как бы образ младенца, над которым знак Креста, и якобы волхвы и входили в число этих 12 языческих мужей. Это то, что рассказывает Златоуст. Для нас эта версия интересна тем, что в ней мы наблюдаем, как не только иудеи, но языческие народы чаяли Рождество Христово. 77-го отстоящего от Адама истинного человека. Пятое. Церковная икона Христово Рождества не оставляет сомнения, что под видом Вифлеемской звезды Волхвам сопутешествовал ангел, но еще ранее патриарха Иакова и языческого пророка Волхвама созерцал время и значение пришествия Христа Спасителя до потопных злодей, убийца, совершивший двойное убийство собственного прародителя и родного сына отрока. И сказал Ламех женам своим Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте слова моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если закаянно отомститься всемеро, то за Ламехов семьдесят раз всемеро. Книга Бытия, 4 глава 23-24 стих. Златоуст пишет, Ламех не только не выжидает от другого обречения в том, что он впал в такой же или еще тихчайший грех, но хотя никто не обвинял и не изобличал его, сам открывает о себе, рассказывает о своем поступке, излагает женам тяжесть греха. Признание в грехах весьма много способствует их исправлению. Конец стат. Здесь Златоуст хвалит Ламеха за открытое покаяние садейном, но в чем же заключается этот грех и это преступление? По этому вопросу отцы расходятся во мнениях. Но нам важно вот это уточнение, сделанное Ламехом. Отомститься в семьдесят раз всемеро создается как бы некое впечатление, о чем идет речь. И это утверждение создает и некую проблему. Нечто подобное мы обнаруживаем в Евангелии от Матфея. Тогда Петр приступил к нему и сказал Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семидесяти раз. Евангелие от Матфея, восемнадцатая глава, двадцать первого, двадцатый стих. Блаженный Августин находит следующее решение. Итак, что же значит до семидесяти раз? Слушайте, друзья мои, эту великую тайну, это удивительное таинство. Когда Господь крестился, святой евангелист Лука привел его родословную, в каком порядке, какой последовательности и из какой ветви пришло поколение, в котором родился Иисус. Матфей начал с Враама и дошел до Иосифа по нисходящей линии происхождения. Лука же начинает отсчет в обратном направлении по восходящей. Почему один идет по нисходящей, а другой по восходящей? Потому что Матфей выбрал то поколение, из которого Христос пришел к нам. Он начинает считать с момента рождения Христа в нисходящем порядке. Лука начинает считать в обратном порядке с момента крещения Христа. Это момент начала восхождения, потому что он начинает отсчет по восходящей. Заметьте, он насчитывает 77 поколений. Евангелие от Луки 3 глава 23-38 стих. С с кого он начал считать, будьте внимательны, он начал считать от Христа до самого Адама, который согрешил первым, и нас родил с узами греха. Лука дошел до Адама и насчитал 77 поколений. Всего от Христа до Адама и от Адама до Христа. И если ни одно поколение не пропущено, то нет и никакой вины, которая осталась бы непрощенной. И так он насчитал 77 поколений. Такое число упоминает Господь, повелевая нам прощать грехи, а считать, начиная с момента крещения, когда все грехи отпускаются. Конец цитаты. То есть грех любого человека, начиная с Адама с 77 до Христа, включая двойное убийство Ламеха, искуплен рожденным Вифлееми, спасителем Христом Иисусом. Ни одно поколение не пропущено. Нет и никакой вины, которая осталась бы непрощенной. Пишет Августин. И похоже, что Ламех, это допотопный преступник и злодей, через веру в грядущего Христа Спасителя проницал его подвиг через толщу тысячелетий в открытом исповедании содеянных преступлений, проявляя веру в него, как в своего личного Спасителя. Сказано, Господу угодно было поразить его, то есть Сына Божьего, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления. Он узрит потомство долговечное, то есть от первого человека до последнего, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его, то есть Христа. На подвиг души своей он, то есть Христос, будет смотреть с довольством через познание его. Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Пророк Исаия, 53 глава, 10-11 стих. Говоря иначе, братья и сестры, Голгофе предшествует Вифлеем, как евхаристическому канону божественной литургии предшествует Проскомидия. Читаем. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Пророк Исаия, 53 глава, 4-5 стих. Но волхвы, символизирующие собою также уверовавшие в Сына Божьи народы, приходят ко Христу не с пустыми руками, приносят ему дары, золото, ладан и смирну. Спасенные народы, сказано, будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него, то есть в небесный Иерусалим, славу и честь свою. Откровение 21-24. Неужели младенец Христос нуждался тогда в подобном приношении? Но они, хотя язычники, в пророческом озарении принесли эти дары. Золото как царю, ладам как Господу, а смирну как человеку, которому предстояло умереть. Ибо смирный делался определенный состав для бальзамирования мертвого тела. Рождество приближается. С какими дарами мы придем к этому празднику? Спаси Христос! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин